Добрый день, друзья! Сегодня будет поучительная история с участием в главной роли меня. Это будет касаться тех людей, которые любят бесконтрольно употреблять разные биотобавки, витамины, экспериментировать с питанием и эти эксперименты проводить на себе. Значит, я не любитель БАДов, просто так получилось, что мне подогнали кое-какие БАДы, и я их принимал, и даже непоследовательно, даже без какой-то регулярности, но все равно это привело к кое-каким осложнениям, и сейчас вы узнаете, что со мной случилось. А поводом к снятию этого видео послужило то, что у меня вот начали болеть суставы. То левый тазобедренный, то правый, то колени, то пальцы, то кисти. И я не мог понять почему. Я сам занимаюсь лечением опорно-двигательного аппарата уже более 20 лет. У нас большая клиника. Я не могу поставить себе диагноз. Просто вот не могу и все. А если нет диагноза, то непонятно чем и как лечиться. И какие-то препараты, какие-то физиотерапии не помогали, ничего. И боль самое главное мигрирующая. То ночью, то днем, то утром. Ну непонятно было. Значит, а сейчас маленькая предыстория. Месяца два назад я летал в Алматы по работе. Там в самолете заразился ковидом. Рядом со мной был, прям рядом сидел на сиденье человек. У него была горячка, он потел. Вот. Как его пустили на самолет, не знаю. Но по прилету я сдал тест. Он был положительным. Значит, когда я вернулся с Алматы, Алматы, я чуть-чуть провел на карантине. Дни пять, недельку. И через месяц сдал анализ. Как вы видите, антитела у меня положительные. Больше семи. Но ковида уже не было. Вот анализ на тест. Тест негативный. Все хорошо. Причем здесь ковид и боль в суставах. Вы поймете. Ну, сначала я подумал, что это пусковидное осложнение. Иногда бывает, что вирус бьет по суставам и они болят. Но, как бы, специфического лечения нет. Ну, я как-то с этим связал. И, ну, думал, пройдет. Нет, оно не проходит. И я заметил, что у меня усиливается боли, когда я принимаю вот такие вот добавки. Это немецкая компания. Здесь много калия, магния, кальция. Я их принимал редко, бесконтрольно. То есть, чуть-чуть. Но, в последнее время, я начал принимать утром по две таблетки. И смотрю, что где-то сразу, через полчаса, у меня болят все суставы дико. Сегодня я принял еще в обед две таблетки. И сразу же заметил, как только я их принимаю, у меня дико болят колени. То есть, я связал боль с приемом этих препаратов. Вы спросите, как калий и магний может влиять на боль суставов. Сейчас поймете. Дело в том, что, когда я летел в Алматы, я знал, что я могу заразиться ковидом. И я принимал витамин D. Я принимал до Алматы в полете. И во время я принимал декристалл D3 в дозе 5600. Вот такой вот препарат. Я принимал за месяц до Алматы. От этого я принимал около полугода. Аквадетрим дозировки 8-10 капель. Видео я об этом снимал. Можете посмотреть, да. Значит, когда я в Алматы сдал тест, он был положительный на ковид, я принимал не одну в неделю, а две, а то и каждый день. То есть, у меня, естественно, был гипервитаминоз. Да, его был избыток. Почему я принимал? Вот исследование, которое говорит, что те люди, которые принимали витамин, им переносили легче ковид-19. И смертность в 13 исследованиях, смертность наблюдаемых людей, которые принимали витамин D, была гораздо меньше. Вот ссылка на исследование. Это исследование за 8 июня 2021 года. То есть, очень-очень свежее. Вот оно опубликовано на Подмеде. Все могут ознакомиться, почитать. Довольно много здесь все, чего написано. Вот. Я это знал. Вот. Я и раньше знал, потому что витамин D это гормон, который участвует в очень большом количестве биохимических реакций. Но я забыл, что избыток витамина D в организме приводит к нарушению кальция-фосфорного обмена. Это приводит к отложению солей кальция в различных мягких тканях, органах и суставах. Нарушение кальция-фосфорного обмена приводит к развитию артриты, подагры, мочекаменной болезни. А у меня еще хроническая подагра, генетическая, передалась от деда-отца. Анализы у меня есть. Кислота больше 500. Но я просто об этом забыл, потому что я анализы сдавал года два назад, и я не невротик, и я как-то об этом не помню. Когда я прилетел с Алматы, после самоизоляции, когда мы выздоровели, мы полетели в Турцию, как раз попали в тот период, когда не надо было сдавать тесты. В Турции я загорал 11 дней, кремом я не пользуюсь. Значит, я еще и в Турции получил хорошую дозу витамина D. А потом, когда прилетел с Турции, потому что я понимал, что отменили для всех обязательно вот эти вот, как они называются, тесты, отменили тесты, и что мы могли просто заразиться. И как раз в нашу клинику пришел итальянский препарат Дибас, это тоже витамин D, только в сумасшедшей дозировке. В одной ампуле этой инъекции 100 тысяч единиц. Но я решил на себе проверить и перестраховаться. Уколол одну ампулу, у меня, естественно, попрыщило, обсыпало. Есть там видео, я проводил семинары, я весь в прыщи как был. То есть, у меня, что произошло? У меня гипервитаминоз, витамина D произошел, который привел к избыточному отложению дегидрата, перифрослата, кальция. И есть вот исследования, есть генетические даже доказательства, что у многих людей вот эти соли кальция откладываются в суставах, связках, что приводит к ихнему обезвестлению. Они становятся грубыми, волокнистами, перерождаются коллаген. Связки и суставы болят. И таких исследований много. Вот смотрите, 2005 год, 2003 мая, семейная болезнь отложения дегидрата, перифрослата кальция и ген ANKH. Уже нашли какой ген. Исследование 2002 года мутации в амина к концу вот этого гена приводит, что в американских семьях с болезнью отложения кристаллов, дегидрата, перифрослата кальция, болеют люди. То есть болят суставы, развивается подагра, то есть на генетическом уровне. Я сам себе сделал вот такую вот историю. Вот отложение перифрослата кальция, обзор за 2019 год. Зайдите на подмет, почитайте. Здесь приведены даже рисунки, показывающие хондрокальцинос. Вот смотрите, что происходит. Вот такие кусочки кальция в виде остеофитов откладываются в позвоночном канале прямо. Вот остеофиты на вентральной стенке шеи. Вот зуб обсыпан солями-кальциями. Это хондрокальцинос. Вот суставы кистей, вот колени. То есть то же самое было у меня. Вот мы видим остеофитик в колени. И вот у меня тоже болели колени, суставы, рук, бедра. И я вот такой пассажир думаю, что со мной, что же случилось? Ё-моё! А вот эти кристаллы, которые видны под микроскопом. Да, то есть очень интересно. Ну, в общем, друзья, перед тем, как принимать какие-то БАДы, посоветуйтесь с врачом, сдайте витамин Д, вернее, гормон. Подумайте, надо ли оно вам, может у вас какой-то ген мутировал. И во многих БАДах есть вот кальций, и у вас он будет избыточно откладываться, из-за этого будет страдать позвоночник и суставы. И не экспериментируйте как я с ДБЗ, хотя по показаниям это очень классный препарат. Желаю всем здоровья, желаю здравия, думать головой, советоваться, ну, в общем, как-то так. Ну, видите, веселая история, мое лечение будет заключаться в том, что я выкину эту баночку, не буду больше принимать витамин Д, и все будет хорошо. Пока!